Начало до конца В декабре меня кроха спросит Потирая озябший нос Папа всем ли подарки приносит В новогоднюю ночь Дед Мороз? Папа всем ли подарки приносит В новогоднюю ночь Дед Мороз? В декабре есть еще одна дата Без отметки на календаре Я тебя целую как брата На Кабульском чужом дворе Я тебя целую как брата На Кабульском чужом дворе Слезы радости вспомни об этом И друзьям своим растолкуй Отчего нам так дорог это Неуклюжий мужской поцелуй Отчего нам так дорог это Неуклюжий мужской поцелуй В суету новогодней встречи Вспомни наш боевой отряд Первый тост за ушедших навечно Тост второй за живых ребят Первый тост за ушедших навечно Тост второй за живых ребят Так, сейчас только Прошу прощения Ладно, эта песня тоже известная Это песня как раз в наступающей годовщине Бой гремел в окрестностях Кабула Ночь степила вспышками огня Не сломала нас и не согнула Видны люди крепче, чем броня Дипломаты мы не по призванью Нам не братишка автомат Четкие команды и приказания И в кармане парочка гранат Вспомним, товарищ, мы Афганистан Зарева пожарищ, крики мусульман Грохот автоматов, взрывы за рекой Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой Вспомним с тобою, как мы шли в ночи Вспомним, как бежали в горы посмочи Как загрохотал твой грозный АКС Вспомним, товарищ, вспомним, наконец На костре в дыму трещали ветки В котелке варился крепкий чай Ты пришел усталый из разведки Много пел и столика же молчал Синими замерзшими руками Протирал вспотевший автомат И о чем-то думал временами Головой откинувшись назад Вспомним, товарищ, мы Афганистан Зарева пожарищ, крики мусульман Грохот автоматов, взрывы за рекой Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой Вспомним с тобою, как мы шли в ночи Вспомним, как бежали в горы посмочи Как зарокотал твой грозный АКС Вспомним, товарищ, вспомним, наконец Самолет заходит на посадку Тяжело моторами гудя Он привез патроны и взрывчатку Это для тебя и для меня Знаете же, ребята, мусульмане Ваша сила в том, что мы за вас И не надо лишних придыханий В бой ходить на мне в последний раз Вспомним, товарищ, мы Афганистан Зарева пожарищ, крики мусульман Грохот автоматов, взрывы за рекой Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой Вспомним с тобою, как мы шли в ночи Вспомним, как бежали в горы посмочи Как загрохотал твой грозный АКС Вспомним, товарищ, вспомним, наконец Здравствуй, дорогая из Афганистана Я пишу, как прежде, жив я и здоров Что в часы свободные ходим по дуканам Базарнее Кабула я не видел городов Что в часы свободные бродим по дуканам Базарнее Кабула я не видел городов Не могу рассказывать о своей работе Что всегда с оружием в город я хожу Что бронежилеты среди нас в почете О ночных дежурствах тебе я не скажу Что бронежилеты среди нас в почете О ночных дежурствах тебе я не скажу Не скажу тебе я о шинтанской пыли Тряски в БТРах, горных кишлаках Что во время рейдов в переделках были И ложились пули рядом в двух шагах Не скажу тебе я, как мы потеряли Лучших из товарищей в этой стране Зря своей судьбе они жизни доверяли И лежать остались на стальной броне Зря своей судьбе они жизни доверяли И лежать остались на стальной броне И еще скажу тебе, ангел мой хранитель Что во всех походах ты была со мной Тысячью невидимых связанным нитей Я тебе обязан тем, что я живой Тысячью невидимых связанным нитей Я тебе обязан тем, что я живой Клубится пыль и шорохом колес Мы разрезаем тишину рассвета И шепчет Бог, куда их черт понес Ну что не спится им на свете этом И шепчет Бог, куда их черт понес И шепчет, что не спится им на свете этом Рвет мотор ему не понутру Сбираться на горбатую вершину И выиграть спор, не оборвав струну Не показав вершине нашу спину И выиграть спор, не оборвав струну Не показав вершине нашу спину Пепляет зайцем горная река И водомет наш парус и надежда Бурлит в бойницах мутная вода Но мы ползем уверенно, как прежде Бурлит в бойницах мутная вода Но мы ползем уверенно, как прежде Опасный склон завыли тормоза Но БТР, держись еще немного Из-под колес закапала слеза Дорожкой масло в пыльную дорогу Из-под колес закапала слеза Дорожкой масло в пыльную дорогу Но вот объект, исходу прямо в бой КПВТ исполнил сольный номер И снялись мухи огненной стрелой И в цель помчались, как на ипподроме И снялись мухи огненной стрелой И в цель помчались, как на ипподроме Распахнут люк, слепит нас синевой В припадке содрогнулись автоматы И, как всегда, с холодной головой Пошли вперед зержинского солдата И, как всегда, с холодной головой Пошли вперед зержинского солдата Папаша Бог застыл на небесах Вот непоседы, что мне с вами делать Пошлю им вслед удачу паруса Пусть будет жизнь, награды им за смелость Пошлю им вслед удачи в паруса Пусть будет жизнь, награды им за смелость Куда бы нас с тобой не занесло Мы пронесем по жизни, как награду Мы средь живых, нам значит повезло Папаша Бог дежурный по каскаду Мы средь живых, нам значит повезло Папаша Бог дежурный по каскаду Снится мне опять мой дом родной Лес о чем-то, о своем мечтает Серая кукушка за рекой Сколько лет осталось, мне считает Серая кукушка за рекой Сколько лет осталось, мне считает И прижался к ласково, к цветку Стебелек богульника примятый И звучат ленивые кукушка Отмеряя жизни моей даты И звучат ленивые кукушка Отмеряя жизни моей даты Снится мне опушка из цветов Вся в рябинах тихая опушка Восемьдесят девяносто сто Что-то ты расщедрилась, кукушка Восемьдесят девяносто сто Что-то ты расщедрилась, кукушка Я тоскую по родной стране По ее рассветам и закатам На афганской выжженной земле Спят тревожно русские солдаты На афганской выжженной земле Спят тревожно русские солдаты Они тратят время, не скупясь Им знакомы голод и усталость Дней своих не копят прозапас Кто же скажет, сколько их осталось Дней своих не прячут прозапас Кто им скажет, сколько их осталось Так что ты, кукушка, погоди Мне дарить чужую долю чью-то У солдата вечность впереди Ты ее со старостью не путай У солдата вечность впереди Ты ее со старостью не путай Снится мне опять мой дом родной Лес о чем-то, о своем мечтает Серая кукушка за рекой Сколько лет осталось мне, считает Спасибо Прошу прощения Это не гриб, не беспокойтесь Не надо надевать намурники Я стерил Так Так, что-то Ну, повеселее Ну, там слова есть Ну, наверное, все уже знают, что они обозначают Как у нас уедичек вардак Среди женщин шум и кавардак Из Кабула к нам пришел отряд Под названием кодовым каскад Каскадеров я пошла смотреть И стояла с крышей за мечей Вдруг гляжу, идет ко мне один Синие глаза и молодой блондин Лай-лай-лай-лай, ла-ла-ла-ла-лай Лай-лай-лай-лай, ла-ла-ла-ла-лай Вдруг гляжу, идет ко мне один Синие глаза и молодой блондин Как взглянула я на шуравин, Так в душе запели соловьи, Позабыла стыд и шариат. Говорю, пойдем со мной, солдат, Пусть ты не обрезанный кофир, Только для тебя устрою пир. Спать с собою рядом положу И сниму не только паранжу, Но глядит печально шуравин, Ты меня, красотка, не зови. Наш начальник, грозный мошавер, Заставляет спать нас в БТР. Глупый, неразумный шуравин, Ты минуты радости лови. Знаю я, в горах сидит душман, На тебя он вточит в детаган. Шуравин смеется, не пугай, Всех душман мы отправим в рай. На земле афганский будет мир, Вот тогда мы и устроим пир. Пролетели дни, как листопад, И ушел в Кабул отряд каскад. А я жду, сгораю от любви, Где ж ты, синий глазый шуравин? Лай-лай-лай-лай, ла-ла-ла-ла-лай, Лай-лай-лай-лай, ла-ла-ла-ла-лай. А я жду, сгораю от любви, Где ж ты, синий глазый шуравин? Мало написано, ну два слова буквально, О танкистах в Афганистане. На блокпостах у меня друг, Который был офицером на блокпостах, Который стал высоко в горах, Говорит, выхожу, Утром зубы чистить. Вот стою, а подо мной орлы, И вокруг танка и пять человек. Так что вот эта песня, Она очень точная от того, что происходило. И знаю, видел я несколько, видел знаков, Там, где погибли танки, где остовы. Танк это, даже в те времена, все равно, Это братская могила, по сути. Так что пропадает весь экипаж, Ну как и было, так и всегда. Но зато самый сплоченный, Это экипаж машины боевой. А это песня Мишки Михайловой, Знаете, он ее пел, Но я тоже спою ее, Потому что задача не себя как бы показать, А напомнить там обо всех, Кто был в Афганистане, чего-то. Здесь дорожный знак, Называется дорожный знак. Здесь дорожный знак не в законе, Есть один, и тот не в дугу. Танк, нарисован на белом фоне, Танк нелепый в красном кругу. Дальше хочешь сядь за баранку, Нет колес-то груза на плечо. Мол, нельзя кататься на танках, Танкам здесь проезд запрещен. Танки те, что стали гробами, Стянутые с дороги на край, С нецелованными губами Уходили мальчики в рай. Сколько обелисков из башен На дорогах этой войны, Скольких-скольких мальчиков наших Под броней не уберегли. Сверху глянь, а хочешь с изнанки, Все чисты, их долг освещен. Но нельзя кататься на танках, Танкам здесь проезд запрещен. Но нельзя кататься на танках, Танкам здесь проезд запрещен. Видно, не по чьей-то опложке, Вкопанной как будто навек. Не для этой только дорожки, Для дорог стоит он для всех. Мир до боли мил с позаранку, Помолился, будь я крещен. В нем нельзя кататься на танках, Танкам в нем проезд запрещен. В нем нельзя кататься на танках, Танкам в нем проезд запрещен. Человек, который давно ушел, к сожалению, из жизни, полковник, преподаватель высшей танковой школы в Ташкенте, звали его Ян Ицкевич. Он написал несколько песен, замечательных. Сам он не был в Афганистане, но он готовил туда танкистов. Так что, в общем, это вообще об Афганистане, не о танках, которые были у него, предмет любви великой всех выпускников, а об Афганской войне. Пустыня, 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 Куда только ты не гляди, Где соль белым инеем стынет На знойной песчаной груди. Где соль белым инеем стынет На знойной песчаной груди. Здесь, в небе, в высоком не тучки, Лишь тени парящих орлов. Колючки, 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 Да гулкая песня ветров. Колючки, 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 Да гулкая песня ветров. В песках обитают вараны, И шустрые змеи сную. Барханы, 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 Как в даль уходящий верблюд. Варханы, 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 Как удаль уходящий верблюд. И пусть мы от жара потеем, Коль лето землею длиною здесь в год. Браток, подтяни портупию, И верь, что замена придет. Браток, подними, обними, подтяни портупию, И верь, что замена придет. Не надо нам громких тостов, Не надо вокалов, звонов, Не в радость нам эта водка, Что в кружках у нас сейчас. Останутся в памяти нашей Запыленные батальоны И погибшие наши ребята, Что всегда будут жить среди нас. Останутся в памяти нашей Запыленные батальоны И погибшие наши ребята, Что всегда будут жить среди нас. Первый тост за ушедших в вечность, Пусть же будет земля его пухом, Мы запомним их всех живыми, Тихим словом помянем мы их. Тост второй за удачу и смелость, За ребят наших сильным духом, Чтоб остались душой молодыми, И друзей не бросали своих. Тост второй за удачу и смелость, За ребят наших сильным духом, Чтоб остались душой молодыми, И друзей не бросали своих. На суровой земле афганской, Под чужим неласковым небом, Родилась наша крепкая дружба, Что в бою выручала не раз. За нее третий тост подымем, И поделимся солью и хлебом, Пусть же вечную будет та дружба, Здесь с тобою связавшая нас. За нее третий тост подымем, И поделимся солью и хлебом, Пусть же вечную будет та дружба, Здесь навеки связавшая нас. Так, список кончился, так что пойдем без списка. Вот песня того же карася, там довольно знакомые родные, кто в Уимпеле служил, наш преподаватель, учителя воевали вместе с нами, сейчас никого почти нет на свет. Но там будут звучать имена Нищев и Быстряков, это легендарные личности разведки, диверсионной разведки, преподаватели, колоколосы и командиры боевые. К сожалению, они не на войне, они, бояри на фоне погиб в Афганистане при шторме дворца Амина, начальник объекта, остальные просто относительно недавно, но ушли из жизни. А Карась написал такую песню, когда все были еще живы. Я по свету немало хаживал, под Кабулом в землянках я жил, на Баграме десант высаживал, в Царандои и в Хаде служил. Бил душманов, как батя фрицов, повторяя простые слова. Ох, далека ж ты, Москва, столица, золотая моя Москва. Сколько дней это будет длиться, сколько скажут нам матерных слов. И полягут в чужих столицах самых славных твоих сынов. Без салюта нахмурив лица, их проводит родная братва. А кем ты будешь потом гордиться, золотая моя Москва. Кем ты будешь потом гордиться, золотая моя Москва. А пока что с друзьями вместе вспоминаем кишлак, чак-вардак. И твою лебединую песню, ту, что спел ты в огне. А так днем и ночью в пургу и жарищу беспощадно громил ты врагов. Я люблю подмосковные рощи, те, что стали родными для нас. Я люблю твою красную площадь, балашиху и бычий глаз. Снова вижу родные лица, мы готовы славянам, всем славянам помочь. Вот появиться и быстро смыться, потемней удалась бы ночь. Появиться и быстро смыться, потемней удалась бы ночь. А что такое бычий глаз? Это радуга, вообще-то. О'оча, О'хо Дель Торо, О'оча Дель Торо. Вообще-то радуга светское название. Это ресторан в Балашихе, где сидел весь 101-й разведшкола диверсионная. И куда все бегали, тропой кушамина, разрешали-решали. И назвали его бычий глаз, только называл бычий глаз. И вся Балашиха знала, что Балашиха. Бычий глаз. Почему бычий глаз, я сам не знаю, не интересовался. Но на нем было написано радуга. Всегда. Ну, кодовое название там было. Да, да. Бычий глаз. Тропа Хо Ши Мина. На совершенно закрытом объекте была тропа Хо Ши Мина, как в Вьетнаме. Под забором, через забор и туда, там полкилометра. Начальство, чтобы не знало. Начальство ходило в ресторан «Русь». А мы сюда. Прошу прощения за задержку. Прошу прощения за задержку. Так, а ты чего уже? Что-то первое отделение закончилось. Юр. Только начали. Даже не выпили. Ничего. Ни за что. Странно. Ладно. А, вот. Так. Все закончилось. Надо же. Ольга Алексеевна, тут что-то... Все есть, да, ладно. А, вот. Так, ладно. Это сейчас попозже. Ой, спасибо. А то что-то я там удивился. Просили много не говорить, и так кончилось быстро все. Я много не говорил. Только разошелся. А, да. Да, да, да. Вот тут самое основное. Все. Два слова. Песня о колоннах. Переделка старого. Старый военный, который мне очень нравился, песня с войны. Это я на старых пластинках, на трассе, на поте фоне услышал. Она называется песня про того шофера. Но что такое колонны в Афганистане? Они ничуть не легче, чем по трассе жизнь на Чудском озере. И наша колонна Файзабадская приходила до 30% потери убитыми раненными машинами сожженной. Но шли. Так что эта песня всем, кто колонны, песенка фронтового шофера на Афганистане. Через перевалы и долины. Сквозь огонь снарядов и гранат мы вели колонны вдоль по горным склонам. От кундуза и на Файзабад их путь дороги Афганистана. Сквозь огонь и засады душманов. А помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь до Файзабада, между прочим. Был друзья нелегок и нескор. Шли два дня, две ночи. Трудно было очень. Но водитель не глушил моторы. Путь дороги Афганистана. Сквозь огонь и засады душманов. Но помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Может быть, в Союзе неким лицам. Эти песни будут невдомек. Но не позабудем, если живы будем. Мы афганских выжженных дорог. И в путь дороги Афганистана. Не страшны нам засады душманов. Ведь помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Еще одна песня про колонны водителям посвященная. К сожалению, мало о водителях песен написано. А вот трассы жизни, если бы не водители, если бы на Камазах, которые плохо ездили по горам, ну, зелы 131-й, значит, они худо-бедно ползли. А бензовозы – это страшное дело. Когда? Да. Бензовозы горят – страшное дело. Бензовозы. А это вот кровь войны, бензовозы. Как без воды, без бензина. Без соляра, ни туда, ни сюда. Так что слава им. Я что-то не слышал ни одного, кто бы из них даже посмертно был награжден список героев Афганистана. Я принимал участие, кстати, там писал. Ни одного водителя. Это поразительно, и это неправильно. Так что я еще одну песню писал. Про водителей. Перевалы, лощины, то засады, то минны. Словно загнанный дышит мотор. Раскаленные ветры и ползут километры Среди серых пылающих гор. Раскаленные ветры и ползут километры Среди серых пылающих гор. Под колесами камень, не шути с тормозами. Ты ведь все же КамАЗ, а не танк. Раньше в этой кабине ездил Пашка Вершинин, Да не выпустил Пашку Саланг. Раньше в этой кабине ездил Пашка Вершинин, Да не выпустил Пашку Саланг. Где настолько с тобою не носила войною Мой пропавшей соляркой собрат. На восток, по востоку мы мотаем дорогу На израненной пулями скат. На восток, по востоку мы мотаем дорогу На израненной пулями скат. Мы в любых переделках не дрожали в коленках, Мы ценили отчаянный риск. Нет ни бога, ни черта только сдавит аорту, Промелькнувший в пыли обелиск. Нет ни бога, ни черта только сдавит аорту, Промелькнувший в пыли обелиск. Вон за тем поворотом непонятное что-то Стигануло по скалам картечь. Ну не выдай, родимый нам еще для любимой Надо жизнь и надежду сберечь. Ну не выдай, родимый нам еще для любимой Надо жизнь и надежду сберечь. Нас светами встречали и фугасами рвали, Было дело, хлебнули чудес. Ковыляет бетонка, то гордес, то зеленка, То зеленка, то снова гордес. Ковыляет бетонка, что гордес, то зеленка, То зеленка, то снова гордес. Своим Киплином фашистовующий какой-то. Ну, это был Мироненко, первый стекарь ЦК ВЛКСМ. Который слетал в Кабул на 3 месяца, прошелся по медсестрам, получил орден Дружбонарода, свалил оттуда к чертям собачьим. Но его нету. А может, ездят в Америку, черт его знает. Банкир какой-нибудь. Ну, неважно. Тут Киплингом и не пахнет ритм. Вот из-за ритма. Ритм говорит киплинговский. Но вы же знаете, Киплинг не писал музыку. Он не был композитором никаким. Он писал стихи. А эта песня называется «Двенадцатый день». Никакого отношения к Киплингу. Но захотелось там фашиста врага найти. Нашел, городинка. Двенадцатый день. Не спрятаться в тень. Шагаем среди дыма и огня. Союз далеко. До Бога высоко. Рассчитывай, приятель, на себя. Союз далеко. До Бога высоко. Рассчитывай, приятель, на себя. Двенадцатый день. Натер плечо ремень. И тянет вниз тяжелая броня. Лишь фляга легка. Воды на полглотка. Рассчитывай, приятель, на себя. Лишь фляга легка, воды на полглотка Рассчитывай, приятель, на себя Двенадцатый день, мы каски на бекрень Тропою горной тянемся пыля А нам бы упасть, да, отоспаться в сласть Рассчитывай, приятель, на себя А нам бы упасть, да, отоспаться в сласть Рассчитывай, приятель, на себя Двенадцатый день, в подсумках парафени Они в бою надежные друзья Последний обед, окрошка из галет Рассчитывай, приятель, на себя Последний обед, окрошка из галет Рассчитывай, приятель, на себя Двенадцатый день на целую ступень Мы ближе к перевалу Чорд-Ари А за перевал пока что не ступал Ногою ни один из шуравим А за перевал пока что не ступал Ногою ни один из шуравим И тот, кто дойдет, кто все перенесет Кто все пройдя и все перетерпя Вернется в свой дом и в жизни потом Рассчитывать он будет на себя Вернется в свой дом и в жизни потом Рассчитывать он будет на себя Лишь только на себя Лишь только на себя Двенадцатый день, тринадцатый день Четырнадцатый день Да, конечно. Сусликов и зверяков, да. Вот, да, кстати. Так. Вот такая, вот этот лазурит. Бадахшанский, месторождение Шахрона Мунжун. Операция по захвату этого всего дела происходила в мае 82-го года. Это мне привез мой товарищ, который шесть раз уже подряд туда ездит каждый год по местам боевой славы. Вот он, граненый лазурит. Вот и за этот лазурит такой килограмм стоил 3000 долларов. Добывали его рабочие, подневольные, под руководством французских. Отправили в Пакистан, продавали. 3000 долларов стоило килограмм. И покупали оружие, и направляли его в Афганистан обратно. Все это продолжалось, пока не взяли этот перевал. Харона Мунжун, из шахта лазурита, и Шахронова Мунжун рядом с ним. Правда, через полгода, где-то через год, все опять отдали, и до конца войны никто там. Лазуриты. Вот из этого камушка, вот зам ПД, вы помните, мой Юрий Иванович, да, такой толстый-лысый. Он остался один, мы все в отпусках были где-то. Это он ЦК записку написал. А то, что предлагал из этого лазурита, этим лазуритом облицовывать одну из новых станций московского метро. И мне, когда я приехал, давай быстрее, там твой зам, говорит, по Д, по Д, сошел с ума, ЦК прям пишет напрямую лазуритом облицовывать. Я говорю, прийдем, Юр, Юр, ты что, на полном серьезе? Он говорит, что такого-то? Красивое место, лазуритом было, да. Классно, мне тоже понравилось. Я не понял, еще он там с ума сошел. Я бы присоединился, если бы там был, тоже подписался бы там. А что бы нет, чем мрамор возить откуда-то там из Кипра, из Греции идут розовые. Вот лазуритом дороже. И станция была бы вову, а не то, что сейчас. И ремонтировать не надо тысячу лет. Никто же не ремонтирует, ничего. Облицовал, и все. А выковыривали в полку. Полк выложил там 860 из лазурита, метра 4 на 4, наверное, площадка, и там командир полка принимал разводы, там доклады. Продолжалось недолго. Приехал замкомандующий по вооружению, генерал-майор, посмотрел, что это такое, что это, что это. Собрал несколько мешков и увез. Так что там, а вертолетчики и солдаты, они пепельницы делают за лазурит. Это было навалом. Можно было облицовать даже две станции. Все лучше, чем оружие в Пакистане покупать. Вот. Так что вот такая. Да, ну там этот Гулдот, он вроде бы он учился в Академии, ну да, хороший полковник Гулдот в Академии, как все они большинство у нас, у нас же, да. Хорошо учились, между прочим, в Советском Союзе. Сейчас не знаю, кто чем учится там. Сирийцы, он воевать не умеет, а тоже у нас учились все там. И танкисты, и летчики. Но не в коня корм, так что... В дырях много гор и высоких перевалов, среди них кромонжон, лазурит оттам навалом, а еще басмачи, нам их надо выбивать, басмачи, афганов, вашу мать. А еще басмачи, нам их надо выбивать, басмачи, афганов, там душманский отряд под командой у Гулдода, а у них говорят, ДШК и минометы, только нам, парванист, нам на это наплевать, ДШК, афганов, вашу мать. Только нам, парванист, нам на это наплевать, ДШК, афганов, вашу мать. Вот ракета пошла, начинается работа, лезем прямо с борта, под огонь их пулеметов, вот теперь поглядим, кто умеет воевать, перевал твою афгана, мать. Вот теперь поглядим, кто умеет воевать, перевал твою афгана, мать. Нас рассвет застает, запыленных и уставших, водка нас не берет, так что молча пьем запавших, но зато лазурита Пакистану не видать, Пакистан твою афгана, мать. Но зато лазурита Пакистану Не видать Пакистан твою, а вагана мать И вернувшись домой, чтобы не все было забыто Мы захватим с собой по кусочку лазурита Чтобы вспомнив, как было, с усмешкой мог сказать Лазурит твою, а вагана мать Чтобы вспомнив, как было, с усмешкой мог сказать Лазурит твою, а вагана мать Это про ту же операцию, но посерьезнее песни, как бы там, не до смеха. Перевал Карамун-Жон, нищий на карте мира, На двухсотке он пунктиром тонким дан. Только птицам виден он, что уходит легко крыло Зимовать на сопредельный Пакистан. Перевал Карамун-Жон, лазуритовые шахты, караванная тропа по леднику. Здесь стоят со всех сторон горы древние на вахте, безучастные и к другу, и к врагу. Перевал Карамун-Жон, здесь веками тихо-тихо облака катились по морю небес. Здесь мы лезли на рожон, и рассерженно и дико эхо вторило раскатом АКС. Здесь мы лезли на рожон, и рассерженно и дико эхо вторило раскатом АКС. Говорят, познай себя, мы познали много больше, жизнь оценивая заново свою. Что судьбы бывает нить Самой тонкой нити тоньше И что счастье добывается в бою Что судьбой бывает нить Самой тонкой нити тоньше И что счастье добывается в бою Были звания ордена Были звезды на погоны Но не этим не забудется Афган Сколько там осталось нас На камнях Карамунжона Столько в памяти невылеченных ран Сколько там осталось нас На камнях Карамунжона Столько в памяти невылеченных ран Перевал Карамунжон Не ищи на карте мира На двухсотке он пунктиром тонким дан Только птицам виден он Что уходит легко крыло Зимовать на сопредельный Пакистан Только птицам виден он Что уходит легко крыло Зимовать на сопредельный Пакистан Спасибо. Расставание на тысячи лет И свидание в антрактах войны Пусть за нами плетется беда Ты не верь, что спасения нет Ты же помнишь, в трамвае всегда Отрывал я счастливый билет Ты же помнишь, в трамвае всегда Отрывал я счастливый билет Я по огненным тропам хожу У подошвы своих сапогов Сколько песен еще напишу И друзей обрету и врагов Сколько песен еще напишу И друзей обрету и врагов Что же к песне добавить еще? Если б кончилось все наконец Я б, конечно, тогда предпочел Гриф, гитары, цевью АКС Я б, конечно, тогда предпочел Гриф, гитары, цевью АКС Но опять выполняя приказ Мы шагаем навстречу судьбе До свидания, я в следующий раз Допою эту песню тебе До свидания, я в следующий раз Да пою эту песню тебе Это одно из ненаписанных писем То есть стихи есть, но я никуда не посылал Просто так и называют все Жив и здоров Не контужен, не ранен А об остальном догадайся сама В Афганистане В Афганистане Жизнь не уместится В строчке письма Ты не прочтешь В популярном романе Как проверяются судьбы в бою В Афганистане В Афганистане Время историю пишет свою Даже на самом широком экране Не показать, что такое война В Афганистане В Афганистане Правда оплачена Нами сполна В Афганистане Правда оплачена Нами сполна В Балхе, в Герате, в Газине, в Бадахшане, В скалах Саланга, в песках Чардары. В Афганистане, в Афганистане Время не выветрит наши следы. В Афганистане, в Афганистане Время не выветрит наши следы. Помните ждать, не клянись на Коране. Знаю, не веришь ты в эту муру в Афганистане. В Афганистане белое солнце встает поутру в Афганистане. В Афганистане белое солнце встает поутру. Гонит ветер листву, как листки партитур, Горя замели в траурном марше. Мы безмолвно стоим на скале. Сангимур уцелевшие чествуем павших. Над скалой Сангимур разгулялись ветрам. У подножей обесится речка. Нас двенадцать из рейда вернулось вчера, А троих приняла к себе вечность. Разом скинулись кверху стволы АКС. Трекратно откликнулось эхо. И ушел в облака смертоносный свинец, Предназначенный для человека. Не вершители зла, не ловцы синекур, Мы твои, одиссеи, отчизна. На скале Сангимур, на скале Сангимур Наша горькая, гордая Тризна. На скале Сангимур, на скале Сангимур Наша горькая, гордая Тризна. Кто сказал, что Восток Вековечен и мудр Здесь хранилище истинной веры На скале Сангемур На скале Сангемур Только камень шершавый и серый На скале Сангемур На скале Сангемур Только камень шершавый и серый Ты по кромке ледника шел, как по канату Рвали тело на куски скальные клыки Разглядеть старался мир в прорезь автомата И Аллах с самого цапал за грудки Ты столетия отмерял тропами овечьими Ты в обойму загонял сразу тридцать судьб В умных книгах назовут буднями разведчика Этот пройденный тобой невозможный путь В умных книгах назовут буднями разведчика Этот пройденный тобой невозможный путь Подупил из-за рыка приигрышнями полными И в желтушечном бреду материл весь свет И накатывала грусть ласковыми волнами Когда с почтой получал тоненький конверт И накатывала грусть дом ласковыми волнами Когда с письмой получал тоненький конверт Ты в миру старался жить, как тебе завещано На людскую суету не желал смотреть Но тебя не излечить ни вину ни женщинам Ни работе, ни друзьям боли не одолеть Но тебя не излечить ни вину ни женщинам Ни работе, ни друзьям боли не одолеть Все? Еще одну и потом последнюю И перерыв, да? И наперекур Ну вот это посвящается опять ребятам из Каскада Судьба у многих разная Я знаю, сколько друзей я потерял Кто от онкологии умер, который оттуда притащил несколько Там были места в Афганистане, о которых скромно умалчивает Даже Олег Барлил так вспоминает Умалчивают все А там три открытых месторождения и урана И на них стояли наши полки и подразделения И когда ребят проходили в конце 80-х, в 90-х Скаширки, вон концентра, солдаты на мои концерты Там были, СДЛ, они были Они звали батей, но все-таки для них там было Говорит, батя, последний раз прихожу Давай, говорит, наливай, а то не пил, давай выпьем А что? Говорит, да все, говорит, кранты мне Спокойно так И он не приходил больше, много Офицеров умерло из Каскада, которые тоже там были Леха Державин по кличке, полковник Чифтан Это живая легенда Афганистана, Никола Архангельского похоронен Симпатич такой Он был нелегалом в Париже, долго жил И поэтому у него эфелевая башня, и он в Канатье стоит А потом Каскад и вот так вот Онкологии Юра Телюк и еще человек пять Всех онкологии Так что вот это вот А кто-то спился Говорят Инфаркт и цирроз Профессиональные болезни разведчиков Так что все понятно И с циррозом, и с инфарктом И умирали от этого Когда развели всех Разделили В 91-м В 93-м И в 4-м И всяким, значит, там Перерезали друг друга на стрелках Там афганцы, тут афганцы Сейчас то же самое на Украине Там афганцы здесь Были друзьями И как песня поется старой Служили два друга у вас в полку А теперь к один другому Кричит, вы на нас напали А второй кричит Нет, это вы там наших бьете В общем, полный бардак в мире На Украине И в Сирии И в окружающей Европе Во всех Ну вот, а я про своих Пять каскадеров Лезли вы, покручим на Памире Но сверху камни сорвали И их Уже четыре Однажды четверо пошли в кишлак Под гюльханою И власть народную спасли Но их Осталось трое Три каскадеры шли в песках Плелись едва, едва Один ловушку прозевал И их Осталось два Из кишлака, услышав крик Решили, поглядим Но там был снайпер-штурмовик И их уже один Один вернулся И ему молиться бы судьбе Но стал не нужен никому И главное Себе За рюмкой скоротая до ней Он сжег себя дотла И снова встретились они Такие А вот дела Ла-ла-ла-э-ла-э-ла Ла-ла-ла-э-ла-э-ла